Расширенные коллеги Минобороны продолжение выступления Владимира Путина и Сергея Шойгу. Если кратко по тезисам, то надо обратить внимание на некоторые вещи. Конечно, это финальные слова, свое не отдадим. У вас все есть, это обращение к нашим военнослужащим. И экономика обеспечит действия российских военных. Что касается выступления Сергея Шойгу, там прозвучали цифры, на которые, наверное, стоит обратить внимание. Это озвучивание потерь суммарных со стороны ВСУ. 383 тысячи военнослужащих было потеряно. Из них, кстати, большая часть потерь это за время так называемого контрнаступа, о котором говорили уже несколько месяцев, который так не случился. 14 тысяч танков, среди которых и та самая хваленая западная натовская техника, 553 самолета, 9 волн мобилизации. Десятые идет сейчас, хватает всех подряд. Причем, что касается наемников, то большая часть их ликвидированы, иностранные наемники. 5800 примерно из разных стран. Противник остановлен во время своего контрнаступа, так называемого, на рубежах. Идет наращивание мощности, рост оснащения. Армии и выпуск танков увеличены более чем в 5 раз. Беспилотников, то, о чем в самом начале СВО говорили, как о проблеме. Беспилотники, выпуск увеличен в 16,8 раза. Беспасы, боеприпасы в 17,5 раз. Цифры, наверное, на которые должны обратить внимание на Западе. Кстати, интересно, смотрит ли сейчас Зеленский, смотрел ли, слушал ли выступления президента и министра обороны на коллегии. Потому что сегодня Зеленский решил перешибить несколько информационную повестку. Видимо, для своей, в первую очередь, аудитории. Ну и для Западной он там пресс-конференцию решил дать. Трудный ему будет теперь, конечно, выглядеть и звучать убедительно на фоне тех цифр и тех заявлений, которые мы сейчас услышали. Потому что Запад их, несомненно, будет цитировать. Там своя грызня идет сейчас в Киеве. Потому что Залужный не готов оказался журналистам рассказать про контрнаступ. Сделал из этого такую военную тайну. Ну и это расценили многие как такую грызню между вот этими вот псевдолидерами, псевдоглаварями киевского режима. Потому что отказ что-либо говорить про контрнаступ, это такой упрек своего рода в адрес конторы Зеленского. Где всегда все прекрасно, где контрнаступ продолжается, Россию вот-вот победят. История с прослушкой, конечно, скандальная. Потому что все больше ощущений, что кто-то из своих засунул туда прослушивающий аппарат. Хотя Ермак заявил, что прослушка еще чуть ли не со времен Януковича. Но мог бы еще совсем дальше копнуть и в Кравчука, и вообще в советское прошлое. Возможно, можно было бы все это обвинить. Что это там кто-нибудь из советских партийных лидеров оставил прослушку еще с тех времен. Зеленский тем временем бродил по кладбищу. Совершенно нелепая ситуация случилась. Сейчас нет времени подробно на этом останавливаться. Но хотели из этого сделать красивую картинку. Получилось, конечно, довольно мрачное. Потому что кладбище, в конце концов, все это жертвы вот этого контрнаступа. Бесконечной войны, от которой не хочет отказываться Зеленский. Ну и которая, естественно, активно спонсирует Запад. Зачем-то подошел к несчастной женщине, у которой погиб родной человек. И как-то так неуклюже совершенно спросил, а кто и где там у вас погиб. Она говорит, под Бахмутом. Ну, в общем, пиар на этом не получилось. Надо сказать, что немногие, кстати, каналы, украинские в том числе, решились все вот это показывать. Потому что, действительно, совершенно неуклюжая ситуация. И на этом, конечно, пиар делать нелепо. Но, видимо, такой картинкой он хотел воспроизвести впечатление прежде всего на Запад. Чтобы там посмотрели. Ну и дали еще денег, еще вооружение, еще больше. Запад, конечно, смотрит на это, наверное, с восторгом. Потому что Европа та же самая. О бескребетности, о которой сейчас говорил Владимир Путин. Ну, она демонстрирует готовность продолжать начатое. Иначе как еще расценивать заявление, которое звучит из Германии. Ну, во Франции их расценили как безумие. Это министр обороны Борис Писториус, который, как мы теперь знаем, хочет призывать. Вообще, он хочет всеобщий призыв в Германию вернуть. Но пока для этого нет необходимых ресурсов. Потому что банально казарм на всех не хватит. Поэтому хочет призывать девушек, молодых людей, обоих полов. Такой шведский вариант. Или как скандинавский вариант его называют. Кстати, важно, наверное, на это обратить внимание. Потому что у Писториус, как говорят, рейтинг лучше даже, чем у не совсем удачливого Шольца. Но в чем важны его заявления? В том, что он фактически представляет, анонсирует предстоящую войну против России. Ну, вот послушайте. Для него лично, по крайней мере, немцам он это рассказывает. И не только немцам, но и прибалтам. Это в Литве его речь звучала. Про то, что угроза вполне реальна. Надо продолжать воевать. И наша задача продолжать поддерживать их в их мужественной борьбе. До тех пор, пока это необходимо. Потому что война также является посягательством на нашу свободу и на международный порядок, основанный на правилах на международное право. Ну, про правила порядок это все понятно. Это даже не его цитата. Это из Вашингтона прислали. Ну, а что интересно, опять же, он анонсирует такую долгоиграющую войну. Не впервые, кстати, говорит про то, что необходимо готовиться к большой войне. И он же заявляет так достаточно победоносно, что Бундесверх всех победит. Мы будем защищаться. Мы тоже покажем это. Мы покажем, что мы можем защитить себя, но также и то, что мы этого хотим. Потому что все сводится к тому, чтобы иметь возможность надежно сдерживать. И надежное сдерживание – это необходимое условие во времена, когда есть агрессоры, чтобы предотвратить войну, дамы и господа. Нам нужны вооруженные силы, которые готовы к войне. Это не постоянный алармизм и уж тем более не разжигание войны. Это не поход в бой с громом фанфар. И это не первенство военных, а совсем наоборот. Умный политик и дипломатия должны быть на первом месте и в будущем. Всегда должно быть мирное разрешение конфликтов. Всегда нужно стремиться к тому, чтобы мы работали над тем, чтобы по возможности предотвращать кризисы и конфликты или по мере их возникновения смягчать их. Мы должны готовиться к серьезным ситуациям с ясным, трезвым взглядом. Нам нужна Бундесвер, вооруженный, оснащенный таким образом, чтобы он мог защитить нас в случае войны. И, конечно же, для этого Бундесвер должен быть обучен. Только такой сильный и сдерживающий Бундесвер, то есть способный к войне, может в конечном итоге предотвратить доведение этого до крайности. Нам нужна Бундесвер, которая может дать отпор и вести войну, чтобы защитить нашу безопасность и нашу свободу. Ну вот, там, конечно, он еще много говорил про то, как он замечательно перевооружил Бундесвер. А на ум здесь приходит, ну вот еще немножко добавить градуса и сравнить со следующей цитатой. Может быть, пока я ее читаю, кто-нибудь догадается, чья она. Я провел перевооружение за последние пять лет, потратил на это миллиарды, и немецкий народ имеет право это знать. Я позаботился, чтобы новая армия носила новейшее, наиболее современное оружие, способное защитить Германию от любого нападения. Мы построили армию, которой немецкий народ может гордиться сегодня, и которую будет уважать мир везде, где бы мы ни выступали. Мы создали лучшую противовоздушную оборону, лучшую противотанковую оборону из всех когда-либо существующих на этой планете. Ну, это некоторые слова здесь заменял. Вместо армии звучал, например, вермахт. Это и там еще про Геринга упоминалось. Это речь Гитлера, 1938, если не ошибаюсь, или 1939 год. Вот сейчас Писториус практически повторяет речи, которые звучали в 30-х годах прошлого века. Кстати, еще Писториус очень гордится тем, что его отец сбежал из Восточной Германии. Он как бы тем самым одновременно дает понять, что некое есть объединение Германии, что ли. Но, с другой стороны, он выпячивает то, что его отец не захотел жить в таком советском мире, потому что была Восточная Германия, была Западная, и родился он сам в Оснобрюке. Кстати, многие писали потом, в том числе те, кто его лично знал, в тот период, что на самом деле как бы не любили они Восточную Германию и бежали оттуда. Даже в Холодную войну приезжал туда в деревеньку, в небольшую, Паккебуш, она, кажется, называется, Писториус. И там любил тортики в пекарне покупать, кушать и кофе пить. Так что, в общем, как бы не особо-то он вроде бы как отталкивался от этого места. Но сейчас он выпячивает это, показывает, что вот ничего связанного с тем самым старым советским миром его не должно связывать. И что еще, наверное, важно, кстати, даже в том же выступлении в Литве говорил, так достаточно странно, про единство немцев, про объединенную Германию. Я говорил о переломном моменте, который наступил с 9-го. Ноября 1989 года и о падении стены. Она перевернула мировую политику, наше общество и, возможно, жизни многих присутствующих здесь. Во всяком случае, для меня я могу это сказать в корне. Но она также подарила нам объединенную Германию и растущую Европу. Ну вот тут, конечно, абсолютная лицемерие, потому что, ну не она, не стена, это отсутствующая разрушенная подарила не 9-е ноября, подарила объединенную Германию. Ну, в конце концов, распад Советского Союза. И Советский Союз, ну и Михаил Сергеевич, наверное, конечно, к этому руку приложил. И слабеющее лидерство немецкой партии подарило вам все это. А вы теперь воспользовались, пытались воспользоваться этим, чтобы додавить Россию. И когда это не получилось, вот теперь разговор о таком своего рода возрождении вермахта. Ну и, кстати, здесь вспомнить надо, что и Владимир Путин, и Сергей Шойгу говорили про расширение НАТО, про присутствие НАТО в Финляндии. Больше 20 военных объектов будет занято американцами в Финляндии. Ну, а немцы, Германия, уж извините, не хочу на национальности переходить, Германия, со слов Писториуса, фактически оккупирует сейчас Литву. Прямо об этом он ведь и говорит. Мы планируем разместить бригаду в крупных городах Каунаса или Вильнюса, возможно, в обоих местах. К концу этого года я планирую подготовить план развертывания. Параллельно с этим разрабатывается дорожная карта с правительством Литвы, и, как ожидается, она будет подписана еще до Рождества. Подача будет во втором квартале 2024 года. В четвертом квартале мы хотим создать штаб-квартиру в Литве. В 2025-м мы хотим ввести бригаду в строй с официальным призывом. Фактически речь идет ведь об оккупации Литвы, об оккупации Прибалтики. Они там планируют размещать свою бронетехнику, 4000 военнослужащих, если я не ошибаюсь, и все нормально, и никакой агрессии нет, никто ничего не имеет против. Хотя они все, на самом деле, даже лояльные эксперты этим режимом демократическим понимают происходящее, потому что Писториус фактически объявляет о такой игре в долгую войну, в войну вперед. Вот сейчас они займут Прибалтику, потом они рассчитывают на долгие боевые действия на территории Украины, чтобы потом что? Чтобы потом, видимо, вступить уже в открытое противостояние с Россией. Хотя на самом деле, ну, эксперты по безопасности, среди них, например, Яхим Вебер, он там известен довольно, журналист, говорит, что, постойте, мы не сейчас, сейчас мы точно к этому не готовы, ну и остается только гадать, будем ли мы к этому готовы через несколько лет, о чем, что им обещает Писториус. И оборонные предприятия работают день и ночь, да, 365 дней в году, 24 часа в сутки. Работают в три смены и имеют такую производительность, о которой мы здесь можем только мечтать. Я не понимаю, почему Россия принимает и придерживается тех мер, которые она предпринимает уже сейчас. Почему она должна ждать 5 или 8 лет? Для меня это не имеет большой логики. А сейчас мы все еще были бы слишком слабы и слишком плохо экипированы, чтобы вообще нормально противостоять. В любом случае, мы были бы сейчас слишком слабы и слишком плохо экипированы, чтобы противостоять. Мы теперь, даже после заявлений большинства решительных людей в Бундесвере, обладаем ограниченной обороноспособностью. Это больше похоже на притворство, но все знают, что через три дня или сколько у нас закончится боеприпасов, потому что тогда склады опустеют, и у нас не будет резервов, ни людей, ни материальных средств. Надеюсь, через 5-8 лет все это будет выглядеть по-другому. Ну, наверное, 5 лет назад говорили то же самое, что через 5 лет все это будет выглядеть по-другому. Он говорит, что не понимаю, если угроза исходит от России, почему она уже не напала, с учетом того, что ресурсы, мощности России работают сейчас на полную. Ну, вот то, о чем говорил и Сергей Шойгу, и Владимир Путин о переоснащении армии. Если эта угроза реальна, то она должна была реализоваться уже прямо сейчас. И это не понимают люди даже вполне себе, ну, не про путинские, не про кремлевские, не про московские. Не понимают этого там, в Европе, хотя им пытаются продолжать залеплять уши вот этой абсолютной ложью про российскую угрозу. Ну, успеем, наверное, Скотта Риттера, ближе к финалу программы, один из тех, кто пытается продолжать говорить правду о России и о мире. Россия не тот враг, каким ее рисует Запад. Россия просто хочет жить в мире со своими соседями. Это не Россия развязала войну на Украине. Это был Запад. Это не Россия отвернулась от мира. Это был Запад. Теперь Россия завершит этот конфликт на приемлемых для нее условиях. В конце концов, на Украине наступит мир, Клейтон, но это будет мир, продиктованный Россией за столом переговоров о капитуляции. Это не будет мир, который придет из какого-то фантастического мира, созданного Зелинским и его западными сторонниками. Ну, а чтобы отвлечь внимание всего мира от грядущего мира на Украине, который принесет Россию, безусловно, ну, видимо, для этого нужно пытаться разжигать новые очаги конфликтов. Речь, ну, например, о поездке Ллойда Остина, главы Пентагона, в Израиль и об объявлении многонациональной, как выразилась, операции «Страж процветания» по обеспечению судоходства в Красном море. Ну, естественно, претензии в адрес хуситов. Угрозы подключают Британию, Бахрейн, Канаду, Францию, Италию, Нидерланды, Норвегию, Сейшелы, Испанию. Фактически речь идет о расширении ближневосточного конфликта. То, что, в общем-то, всегда было в интересах Соединенных Штатов. Если где-то конфликт один угасает, надо разжигать какую-то другую. Ну и, конечно, держим в уме события в Сербии. Там, фактически, попытка организации Майдана. Пока еще не по украинскому сценарию. Сложно это сделать. Нет, не успеем уже, ребят, не надо звук. Не доукраинский это сценарий, но это такая заброс удочки на перспективу, чтобы когда-нибудь в будущем попытаться все-таки провернуть там то, что они уже сделали на Украине. На этом все. Дневной рубеж прощается. До завтра. Продолжение следует...